Мониторинг цен в Беларуси продолжается. По постановлению правительства, ежемесячный рост стоимости социально значимых товаров не должен превышать 0,2%. Насколько государственные и частные торговые сети выполняют это требование, контролируют профсоюзные инспекторы и члены Совета Республики. Кроме стоимости, отслеживают и сам факт наличия стратегических товаров. Мониторинг цен в Пинске провела член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Ирина Сачковская. Мониторинг цен мы проводили и в течение 2021 года и в этом году продолжаем. Мониторинг проводится во всех городах Беларуси и в том числе я провожу мониторинг цен в нашем городе. Мониторинг цен мы на продовольственные товары, на промышленные, на лекарственные препараты первой необходимости. В числе самых значимых продуктов – картофель, лук, молоко, мука и рис – в списке медицинских препаратов внимание уделяется группе антибиотиков общего действия, сердечным лекарствам, средствам для лечения дыхательных путей и ряда других медикаментов. Задача мониторинга, вот конкретно сегодняшнего моего прихода в этот магазин, было, во-первых, установить наличие товаров, первой необходимости, наличие продовольственных товаров, соблюдение сортиментного перечня. Потому что, безусловно, все мы покупатели, для всех для нас это актуально, наличие продовольственных товаров первой необходимости на полках наших магазинов. Задача – следить за изменением стоимости продуктовой корзины и товаров первой необходимости. Причем, внимание во время мониторинга сенатор уделила ассортиментному перечню, а также производителям, представленных в торговом центре. Я действительно увидела, что на полках присутствуют все продовольственные товары, все, что необходимо нам, как достаточно в ассортименте. Присутствуют продовольственные товары от различных производителей, с различными ценами. То есть, у каждого из нас есть возможность выбрать. В полном сохранении ассортимента заинтересовано и руководство торговых предприятий. Для противодействия последствиям санкционного давления наша компания предпринимает все возможные усилия для того, чтобы сохранить самый широкий ассортимент в рамках нашей торговой сети. Незаменимых товаров в розничной торговле массового формата на сегодняшний день практически не бывает. Поэтому мы обращаемся и к новым поставщикам, и активно продвигаемся на новые рынки для того, чтобы производить закупки новых товаров по лучшим ценам. Регулирование цен прежде всего на социально значимые товары является одной из важнейших функций нашего государства в сфере экономики. Совсем недавно, мы все знаем, что был немножко такой ажиотаж присутствовал у покупателей. Это было связано и с санкционным режимом, с изменением курса доллара, где и отсутствовали некоторое время продовольственные товары. Но основная задача была наших торговых предприятий, чтобы в кратчайшие сроки не допустить отсутствия вот этих товаров, которые пользуются спросом у покупателей на полках магазинов. Надо сказать, что все торговые предприятия, все, потому что мы мониторим несколько предприятий торговых, несколько магазинов, все торговые предприятия с этим справились, и в кратчайшие сроки, и максимально эту задачу свою выполнили. Мы прекрасно понимаем необходимость той работы по сдерживанию цен в сложившейся ситуации, и, в общем-то, понимаем, что это возможно, но, естественно, при условии объединения усилий как продавцов, так производителей, так и поставщиков. Тонкая ценовая настройка поможет поддерживать достойный уровень жизни и покупательную способность населения. В увязке с рентабельной работой предприятий. Безусловно, на ту группу товаров, на те группы товаров, которые мы мониторим, с начала года, ну да, он несколько заметен, рост цен. Но что важно знать, что есть повышение цены, которое определено на законодательном уровне, то есть допустимое повышение цены, есть такое понятие, и, в общем, когда цена повышается именно в этих допустимых пределах, в определенном процентном отношении, это законодательством предусмотрено. Важно не допустить вот этого необоснованного повышения цен. Я бы назвала социальную ответственность предприятия торговли перед нами, перед покупателями. Мы прошлись по торговому объекту, мы посмотрели товары различных продовольственных групп, и нарушений в плане ценовой политики я здесь не могу отметить. Продолжение следует...